ребята всем привет сегодня видеоролик про то сколько стоит дизайнерский ремонт почему столько и почему так дорого и для этого я в гости пригласил валентину ивлеву достаточно известный дизайнер в нашем городе валя привет привет его рада что меня позвал смотрю твои ролики на ютюбе хорошо что я стала участником одного из них спрашивай отлично прежде чем я начну спрашивать подписывайся на канал жми колокольчик а плюсик и лайк потом поставишь все погнали валя первый вопрос его наверняка задают все абсолютно все кто к тебе приходит заказывать дизайн а потом просят ремонт но не у тебя лично а у строителей с которыми ты сотрудничаешь кстати говоря и мы тоже чё так дорого то да чё так дорого я сама задаюсь этим вопросом капец просто когда начинаешь считать полную смету а мы считаем полную смету нашим заказчикам включая мебель и все остальное да и иногда у нас даже шары лезут на лоб особенно от работы строителей ну то есть от их цены за метр квадратный условно но когда ты подгул ну как бы начинаешь углубляться в историю почему такая цена и еще внимательно раз смотришь на свой проект где у тебя какие нюансы все остальное ты понимаешь что там задротство очень много так можно выражаться здесь нет тебе можно да там очень много разных деталей которые может быть сначала будут не очевидны но они требуют очень кропотливого труда аккуратности строителей и разных уточнений которые будут всплывать по месту и строитель стараются сразу же все посчитать чтобы клиенту потом не доплачивать за это поэтому еще иногда цена возрастает ребята я сейчас буду пояснять и уточнять сегодня на дворе июнь двадцать второго года все мы понимаем что цены возросли и поэтому валя так и говорит что тоже офигевает от цен потому что раньше сколько стоили дизайнерский ремонт вот на квадратный метр но давай рассматривать лет пять назад да это начиналось где-то супер дорогие строители они были где-то 17 18 тысяч рублей это были прям жир-жир до самые дорогие строители супер профессионалы то есть им не нужно было ничего напоминать говорить они там сами все знали тебе еще сами расскажут все средняк были где-то 10 11 12 вот так то есть когда мы входили в условно в двадцатый год то есть средняк уже стоил где-то 18 тысяч рублей за метр квадратный в средний плюс то есть ну качество когда ты хотел получше проекты были посложнее там было много лепнины там скрытые вот эти плинтуса начали появляться все ценник начинал расти там 20 25 сейчас ценник 28 30 а у кого-то мы там у нас есть дизайнерский час да ты про него знаешь 35 даже говорит за метр квадрат но даже и 40 как тут я недавно да но это 30000 рублей давай говорить о том что это как бы сейчас максимальная цена за работы без чернового материала то есть тридцатка это только работа строителей это как бы понятно все хотят кушать все хотят жить да но как бы клиенту это очень сложно объяснить и вообще переварить вот эту цену в 30 тысяч рублей за метр квадратный ребята я перевожу на русский язык если вы купили квартиру 100 метров квадратных берете калькулятор такая штука есть кнопками значит забиваете 100 квадратных метров умножить на 30 тысяч рублей и получается что ремонт стоит внимание 3 миллиона рублей и это только работа за руки да и когда ты приходишь и клиент например условно озвучивает бюджет там на весь ремонт 100 квадратных метров ну там от 7 до 10 миллионов сразу же минус там два с половины три ты убираешь на работы ну как бы на строительные черновой материал занимает где-то в зависимости от сложности твоего дизайн проекта есть там гипсокартон там есть там как бы там натяжной потолок все остальное это еще где-то от 500 до миллиона ну то есть смотря сколько ты электрики туда заложь там и всего остального да то есть это и черновой материал тоже вырос вот провода очень дорого сейчас стоит гипсокартон канал поднял цены профиля стали выше по цене стоит ну то есть как бы и та цена которая была 400 раньше за черного материала на час вырастает там в 700 или там в миллион даже хорошо тогда вопрос следующий дело в том что я смотрел твои недавние stories я слежу за валентиной и другими дизайнерами кстати тоже и валя показывала качество ремонта от застройщика я помню ты возмущалась а это прям вообще боль боль ой 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 это что за качество такое что нужно перестраивать доделывать и вот сюда вот впуливается еще миллионы чтобы привести квартиру в порядок расскажи подробнее что это за история такая что там за косяки такие но на самом деле из всех застройщиков я подготовила красотографии чтобы тебе показать из всех застройщиков качественную отделку я видела реально только у форм сити вот ну форма у застройщика этого они педанты в этом плане они единственные ну как бы из многих сдают площади без перегородок ну по крайней мере это вот по форм сити мы судили да те проекты которые мы делали сдают с отделкой ну вот внутри помещения под чистовую да там есть тяжко но там не проведены особо коммуникации не раскинута электрика у них и в санузле у них нету штукатуренных стен то есть стоит коробка из кирпича как бы все вот и ты в принципе как бы перегородки можешь сам ставить то есть можешь оценить вообще как бы качество да ну как сделано да в принципе там это все видно вот если мы берем например клевер парк рассматриваем у которых под чистовую отделку с установленными перегородками хотя вроде как бы клевер позиционируется как бизнес да насколько я знаю то там все все грехи грубо говоря застройщика то есть неправильная кладка кирпича какие-то разные пустоты неровности в монолите до который при черновой отделке которую бы он сдавал как бизнес где бы не было наливных полов не было штукатуренных стен он бы не мог их скрыть и он бы по гостам например их не сдал то тут он за счет многослойности штукатурки она достигает кое-где десяти сантиметров реально то есть когда мы снимаем ее вот он скрывает эти все грехи для чего мы снимаем для того что когда мы начинаем делать ремонт у нас повышается внутри влажность и если в примесях финишных вот их штукатурок есть больше как бы процент песка там или не было соблюдать технология просушки или вот как эти дыры до которые у нас там есть в стене между которыми воздух ходит там будет ветер через какое-то время может быть там будет образовываться мостик холода или поднимется ну как бы увеличится влажность и там отойдет эта финишка которая сделана застройщиком у нас уже на финале когда у нас будет там стеклохолст например по клиенту или полностью выведенные стены то есть нам это не надо это и не надо как бы клиенту соответственно это застройщики прячут они прячут неровную стяжку они прячут перехлёст труб в этой стяжке который потом может потечь да ты никогда об этом не узнаешь то как там соседи когда к тебе придут и куча куча вот этих вот моментов она скрывается за вот эта штукатурка некачественной я считаю что она некачественная и продается просто дороже типа вот у вас white box отделка под чистовую типа заезжай и делай ремонт но все прекрасно понимают что бизнес он как бы на то и бизнес что ты все переделываешь там под себя включая разводку и установку коллекторов а это просто вскрытие всей стяжки почти в квартиру две трубы заходит все начиная как бы выравниваем всех стен потому что они неровные а если брать еще клевер со своим вот этим полукругом но там вообще просто капец ну вот соответственно как бы и наши застройщики продавая white box они просто себя обезопасивают и скрывают все вот эти косяки ну и соответственно клиент когда заходит на объект с дизайн проектом с готовым и он хочет сделать ну качественно чтобы прожить в этой квартире 10 лет у него ничего не потрескалось не отошло и все остальное ну как бы мы говорим что ну давай снимем потому что мало ли что там будет у строителей гарантии потом не будут за эти работы нести это еще по срокам потом у нас растянется если у нас в конце к финишу какая стена выпадет ну условно ну вот соответственно я вообще не понимаю как бы зачем это делается и вот например мы делали несколько квартир в москве я тоже поджига до джекар ну нет нет москве прямо прямо Idioma да в городе москве до несколько объектов его там просто идеалити там сдается квартира где ты видишь как бы как кладка пеноблока вот этого идет где кладка кирпича а где стыковка монолита этой стены голоса александровский сад даетgrav с тяжкой нет и fråтил скисал да и тебе со сшечкой и просто без перегородок и по периметру все равно все штукатурено до александровский сад дает так он взгляд как форум ну потому что тоже формовский объект все он едва точно также вот а я говорю о том что когда нет даже стяжки у нас так начинался строится получается парк столиц он как бы был бизнесом и он говорил что он сдает вот квартиры без отделки то есть них только вот это вот черновуха основная идет все и соответственно потом они переобулись и стали сдавать как бывает бокс с перегородками соответственно ты утверждаешь что это делается для того чтобы застройщик застройщик мог скрыть свои огрехи и неправильную работу и получить добавочную стоимость к квартире но типа мы здесь подготовили вам квартиру к ремонту да я считаю что да я понимаю что атом да например он строит экономку но условно да там брусника я не буду говорить что брусника стоит бизнес мы не будем брать конденски в основном брусника это экономка стены из гипсокартона на фасад ничего повесить нельзя кондиционер у тебя на балконе ну абсурд тоже да ну вот соответственно когда ты строишь бизнес да и позиционируя себя как крутой застройщик но ты сразу же предполагаешь что зайдут все с дизайн проектом там не будут покупать люди которые не не смогут вложить ну 10 там 12 13 миллионов в ремонт на 100 квадратных метров но это как бы априори покупая хату за 15 как бы мультов да и выше ты как бы ну не вложишь меня примерно столько же и они это все понимают это вот именно как раз добавочная стоимость и да и вот кое-что как бы скрыть обезопасить себя какими-то моментами было ли у тебя на твоей практике когда ты заходишь квартиру и вообще все идеалите ничего переделывать не надо вот застройщик молодец нет то есть все надо все все абсолютно все надо переделывать зачастую да потому что ну даже если мы возьмем форум который мне нравится да и александровский сад то все равно мы меняем радиаторы в любом случае они стану как бы они некрасивые там есть окна которые идут вниз да там например ну условно и там стоит очень страшно там радиатор вдоль остекле до вдоль стекле и вообще прекрасно совершенно уродские в этом плане конечно кандинский с их внутрипольниками которые как бы ну тоже аховую стоимость стоят в принципе там с вентиляторами совсем вот мы сейчас таки ставили на как раз на александровский сад это как бы плюс огромный мы меняем радиаторы мы меняем перед подключение этих радиаторов то есть кто-то из застройщиков до сих пор делает их из пола кто-то конечно уже сейчас делает истины но кто-то в основном делает из пола сейчас у нас популярен скрытый плинтус да не будем этого скрывать это вот теневой маленький аккуратный зазор ты все в любом случае переделываешь вот эту коммуникацию и и поднимаешь либо выше либо как-то и переносит что она туда попадает но вот тебе в любом случае это переделывать надо то что касается откосов половина откосов собранная из вот этого вот пластика который да и соответственно в hooks она сверху заштукатурены иногда стоит стрёмный уголок да ты это все в любом случае расшиваешь и пропениваешь по новой снимаешь вот эту пароизоляцию а потом вскрывается что где-то ее даже и нету когда ты убираюсь вот эту всю историю ты делаешь новую пару изоляцию стис и все остальное потому что выдергиваешь подоконнике и пропениваешь там по новый потому что ребята которые заходит на жира стройку они за это несут гарантию они это все в любом случае будут убирать чтобы не было потом ребята у нас тут дует из окна а тебе разбирать всю стену практически то есть они себя таким образом тоже обезопасивать при сдаче именно объекта здесь уже все сто процентов мы сами проверили сами посмотрели все окей тоже касается с трубами ну то есть соответственно у нас если мы берем какую-то дорогую сантехнику надо там регулировать давление у него потому что определенные трубы должны каждому прибору свой эти надо их порегулировать это делать коллектор а у нас две трубы в квартиру заходят ну то есть нам в любом случаях переделывать надо или при чавоязыцах это электрощит они выделывают вот такой вот на самом видном месте в коридоре заводят вот этот основной толстый кабель ну просто киньте кабель толстый с запасом его перенесем туда куда нам нужно потому что мы в любом случае прячем и щит у нас увеличивается просто в разы их еще и три штуки получается все это прекрасно знают они же это все видят они видки проекты делаются все это в ютюбе показывается зачем они продолжают так строить продавая как бы его завуалировать там бизнесом или элитка и делая вот этот вот трэш но давай подобьем вот эту всю историю то есть получается что покупая квартиру дорогие друзья вам придется переделывать ремонт скорее всего и лучше всего стяжку потому что в ней спрятаны там перехлест и труб кто-то этого не делает мы как бы находим разные эконом варианты как это можно сделать то есть мы не всю и например снимаем мы там ее частично снимаем но вот со стяжкой есть один момент почему я против и и заливки во первых она не всегда бывает ровная во вторых в коридорах чаще всего идет керамогранит в санузлах идет керамогранит и у нас тут два варианта либо мы снимаем стяжку в коридоре где меньше всего этого керамогранита чтобы не подливать весь пол под этот уровень равнитель но он же дорогой капец получается а если мы возьмем 100 квадратных метров у нас коридоре условно 10 это плитка все остальное тебе надо в этот уровень подлить потому что ты Ну, не делаешь уже порогов, никто их не делает, да, потому что датчики протечки все есть. И тебе нужно вывести весь пол в один уровень. Это тоже, это вот все набегает, это набегает на материал, это набегает на работы, поэтому как бы это дороже. Ребята, смотрите, получается, что тот ремонт, который вы получаете от застройщика и считаете, что и так сойдет, ведь все сделано хорошо, штукатуренные стены, залитая стяжка, осталось только плиточку положить и наклеить обои, это не так. Вот, Валентина щедро поделилась своим опытом, я тоже могу добавить, но, в принципе, вполне полно ты раскрыла всю ситуацию. Это влечет за собой удорожание какое, то есть мы снимаем штукатурку некачественную, это деньги, вывоз мусора, это деньги, снятие стяжки, это деньги, работа, это же работа. Вывоз мусора, там, я не знаю, допустим, у вас 20 этаж, его надо спустить вниз, погрузить в машину и заплатить еще за... Обклейка подъезда и штрафы от управляющей компании за то, что ты нарушил какие-то их там нормы по вывозу мусора, это тоже. Ребята, поэтому, смотрите, то есть вот когда вы спрашиваете, сколько стоит дизайнерский ремонт, то есть вот из этих вот мелочей складывается стоимость дизайнерского ремонта. И это только начало, это только мы сейчас, я озвучил то, что мы исправляем за застройщиком. А вы, кстати, застройщикам платите сумасшедшие деньги, которые якобы делают... Вот им вопросы задавайте, почему столько стоит квартира, а не почему столько стоит нормальный дизайнерский ремонт. Что еще дальше, если вы хотите всю эту красоту наводить, да, вот как сказала правильно Валентина, то есть нужно разные уровни полов выводить, потому что разные материалы, разные толщины. Да, и чтобы сделать в один уровень, нужно подливать. Это еще с учетом того, что стяжка изначально кривая от застройщика. И она бывает некачественная, особенно при входе, где они заходят трубами, то есть она же должна 8 сантиметров быть сверху, вот, ну я в такие тонкости уже углубляюсь, вот, соответственно, где у них заходят трубы, они иногда выше заходят, вот, или особенно где у них перекрестие вот это идет в коридоре. То есть, во-первых, цена возрастает, когда вы хотите действительно качественно, действительно надолго, а не так, что у вас там из стены засвистело, там стяжка где-то лопнула, там труба побежала. Вот это все добавляет стоимость строительных работ. Но ведь помимо этого, есть еще и другие штуковины, есть сами дизайнерские решения, правильно, которые ведут к сумасшедшему удорожанию ремонта. В связи с тем, что сейчас у нас доступен YouTube, у нас очень много интерьерных каналов, да, которые рассказывают о тонкостях, как бы, дизайна, и каждый раз дизайн-проекты, даже которые мы делаем, они усложняются, усовершенствуются, тебе хочется что-то попробовать, что-то новое, еще что-то, еще что-то, да. И клиенты тоже, которые активно смотрят эти каналы, они, ну, просят, например, мы хотим двери в потолок, да, это вот сейчас такой основной запрос. Мы хотим теневой плинтус, мы хотим крупноформатный керамогранит, да, вот этот вот без швов, который идет. Это все, как бы, культивируется, это все популяризируется, это реально выглядит круто, но это бешеных денег все стоит, вот, и это еще увеличивает сроки на производство самих работ. Но чтобы тебе сделать двери в потолок, ты их просто так сразу не сделаешь, тебе надо сначала собрать верхнюю часть потолка и еще понять чистовой финишный уровень пола, но при этом стены в этот момент у тебя еще не доделаны. Вот, ты заказываешь потом эти двери по точным размерам, потому что там до сантиметров тебе надо еще очистить светильники, чтобы вот это вот все не задевало. Выглядит, конечно, это на финише шикарно, я тебе покажу фотографии, но мороки с этим просто очень много. Сами двери, во-первых, трехметровые, заказать, чтобы у них не вело профиль, это как бы дорогой производитель будет. Это либо Union, либо это Mixau, да, условно, их не ведет. Мы пробовали, ставили их, они хорошо себя показали. Вот, цена у них там аховая за эту высоту. Плюс сам монтаж, он у них дороже. Поставь просто две стойки без верхней перемычки, как бы выровняй их еще и по стене. Идеально ровно стену надо подвести. Потом этот скрытый плинтус, да, который ты делаешь в самом начале, заштрабливая стену, либо два слоя гипсокартона нашивая на эти стены. Выглядит круто. Работа материала, ну, как бы больше идет. Те же самые системы, которые у нас, ну, вот эти вот типа а-ля умного дома или хотя бы Light Touch, да, управление светом. Там просто трасс проводов столько километров получается туда-сюда, туда-сюда. Да-да-да, господи, даже проходные выключатели, они сами по себе по цене дороже стоят. И вот эти провода, которые туда-сюда бросаются, это тоже удорожание идет. Что у нас еще? Окна, да, вот мы сейчас везде черные окна рисуем с откосами. Вот как бы фиг ты их поменяешь, приходится красить на месте. Это тоже денежка капает. Трековые светильники. О, трековые светильники, это вообще притча во языцах, да. Самые дорогие светильники, самые, ну, реально, визуально они очень красивые. Да, чтобы их правильно, грамотно сделать, встроить, чтобы гипсокартон не повело, чтобы не зажало, чтобы потом там это все ездило, это реально должны быть строители с хорошими руками. Ну, то есть они априори дороже будут стоить. Ну, и сами треки тоже, они дорогие. Что у нас еще? Ну, та же самая декоративная штукатурка, шпанированные панели. Что говорит о том, чтобы поднять керамогранит, больше форматный. На 30 этаж, вот мы недавно поднимали, подъем 15 листов кирлита, 3 на метр, нам встал в 95 тысяч рублей. На 30 этаж и поднимали его с 10 часов утра до 21 вечера в квартиру. Ну, вот чтобы вы понимали, на что идут траты. То есть здесь, помимо самих работ, которых Валентина озвучила, зеркала, кстати, большие. Да, которые не хотят со швами. Большие столешницы, например, длинные, тоже там 4-метровые какие-нибудь. И вот этот момент тоже получается, что ладно, зеркало, там как бы добавочная стоимость, ну, еще одно зеркало, да, условно. В него они как бы учитывают это при поднятии. Ну, как бы всегда так. Ты хочешь зеркало сложное без швов, например, длинное, высокое, заплати за него дважды. Потому что первый раз его могут не поднять. А сколоть угол, еще что-то, его потом обратно надо спустить и еще поднять новое. Поэтому это еще дороже будет стоить. Смотрите, помимо стоимости работ, потому что со всеми этими материалами нужно уметь работать. Должны быть соответствующие инструменты. Должна быть соответствующая квалификация рабочих. А отсюда растет цена. Ну, то есть, по объявлению, рабочего не найти. Точнее, найти-то можно. Но что он сделает, непонятно. Например, чтобы установить там трековый светильник. Или чтобы установить двери трехметровой высоты. Ну, то есть, потерпите фиаско, скорее всего. Это все стоит денег, естественно. Так вот, помимо этого еще, Валентина уже сказала, цена доставки и подъема этих материалов. Вот это вот все увеличивает стоимость, соответственно, работ людей, которые будут делать это руками. Мелкая мозаика, например, это тоже большое удорожание. То есть, обработка углов. То есть, запил керамогранитов 45 градусов на углах. Это, ну, когда один угол не страшно, когда много там у тебя ниши вот этих всех. И когда у тебя плитка, например, метр двадцать, это уже сейчас норма, на самом деле. И есть сейчас станки, и ребята это делают. А когда у тебя плитка метр шестьдесят уже, им уже сложнее. Ну, то есть, как бы, они либо привезут это в резку, потому что у них станка не хватает. Например, рейки на стенах или там где-то вместо перегородки, это тоже стоит достаточно дорого. А вот почему стоят столько дорого, правильно же я объясняю, да? Ну, и, собственно, и Валентина тоже. Дьявол кроется в деталях, которые зачастую, как бы, они не видны, но они кап-кап-кап и, как бы, и увеличивают стоимость. Встроенная сантехника. То есть, вот эти все механизмы, которые прячутся в стенах. Вот этот душ из потолка, например. Смеситель из пола, вот в отдельно стоящую ванну. Вроде бы сама по себе ванна, ну, что тут, ничего страшного, там, ну, сколько там, ну, сто тысяч, сто пятнадцать. Ну, смеситель, ну, ладно, бог с ним, семьдесят отдам тысяч. Но. Да, но сам монтаж вот этой всей истории, он будет достаточно дорог. Правильно? Правильно, потому что потом клиент приходит и говорит, ой, что-то у меня смеситель тут болтается. А он же, как бы, стоит вертикально, его еще надо очень, как бы, умело закрепить. А неужели нельзя без всего, без этого обойтись? Можно, это ты делаешь. Ребята, оказывается, это я делаю. Да, Иван, короче, он пропагандирует то, что реально можно сделать ремонт не очень дорого за счет интересной идеи, за счет цвета, за счет фактуры. Но фишка такая, ну, такая, как бы, вот в чем. То есть, Иван может это, как бы, грамотно продать, как дизайнер. Ну, ты можешь это продать, ты можешь это донести клиентам, у тебя это офигенно получается. То есть, у тебя и опыт, и бэкграунд, и слова ты грамотно подбираешь. Но половина, например, клиентов других дизайн-студий, ну, может быть, там у нас, да, бывают. Есть такой, как бы, вот, ну, не массовый дизайн, да, а как сказать, ну, вот, Миша Шапошников, давай его возьмем условно. Это универсальный такой дизайн, который, ну, как бы, молодежь практически вся, все его нравятся, да, они как бы хотят его. И у нас очень много клиентов, которые приходят, приносят их аналоги, говорят, ну, вот мы капец, мы хотим вот так же, как вот у него. Вот нам спокойно, ничего больше не надо, вот тут дерево, вот тут черный камень, вот тут темный пол, вот этот вот минималистичный диван, мебель. Вот нам вот так, нам капец, как это нравится. Все, и, соответственно, как бы, тык-тык-тык, это, как бы, за собой влечет определенные, как бы, моменты, потому что... Ну, вот эти высокие двери, трековый светильник. Да, потому что и Миша это транслирует, и он объясняет это, почему, и клиенты эти уже приходят, как бы, готовые. Соответственно, когда у нас ограниченный какой-то бюджет с клиентом, нам нужно реально напрячься. Ну, то есть, как бы, напрягаться не все любят. Да, будем признаем это, да, условно. Вот, надо напрячься, надо реально подумать, надо, как бы, какую-то идею, надо из клиента что-то вытянуть. Это все время. Иногда у клиента нет времени, например. Иногда он не готов ни к карту, ни к яркому цвету, ну, как бы, ни к чему-то, а совсем какую-то, ну, какашку делать тоже тебе не хочется уже. Ну, что ты в стол будешь делать тебе работу, которая не нравится. Вот, и, соответственно, получается, недорого сделать можно, но это должен быть, как бы, интересный проект с какой-то идеей. И клиенту она должна быть близка, чтобы он на нее согласился. Это в некотором случае, как бы, эксперимент какой-то. А давайте сделаем так, а давайте сделаем так, а давайте вот это попробуем. И вроде, как бы, сначала клиент на это соглашается, а потом, ну, как бы, в процессе, давайте ставим просто бетонный потолок. Ну, как бы, да, там вот спрятана перчатка, да, остался отстроитель. Ну, прикольная фишка, пусть она останется, да, например. Вот, но в процессе они бывают, как бы, не готовы. То есть, они сначала, говорю, готовы, а потом могут быть не готовы в процессе реализации. Ну, то есть, другими словами, ты хочешь сказать, что сами клиенты, сами заказчики не готовы к такому дизайну. Они приходят с готовым, с аналогами и говорим, мы хотим вот так, мы хотим рейки, мы хотим трехметровый керамогранит, мы хотим двери в потолок, мы хотим трековые светильники, сделайте нам, пожалуйста. Они такие, конечно, заходи, ты наш клиент, да, ты ему делаешь, а потом в итоге смотрим, а цена там вырастает. То есть, получается, сам клиент виноват? Нет, не сам клиент. Здесь вообще, на самом деле, никто не виноват. Просто сейчас мода такая, как бы, идет, да. Там же, видишь, штука-то какая, то есть, ты на картинке смотришь, там на полу паркетная доска, да, лежит инженерка. Причем большеформатная, да, там доска, там 25 сантиметров, и она там двухметровой длины, офигенно смотрится. Вот. Когда ты начинаешь это упрощать, ну, условно, заменяя на ламинат либо кварцвинил, ну, как бы, вроде картинка та же, но как бы не та же. И ты начинаешь это, как бы, чувствовать, понимать, и клиент это видит. Если он к этому готов, мы уменьшаем бюджет. Ну, условно, когда к нам приходит заказчик, я ему показываю все сметы предыдущих проектов, показываю реализацию, как это было. Ну, потому что мы стараемся все равно делать под ключ, и мы все считаем клиенту. Вот. Соответственно, я могу, как бы, не скрывая, показать. Вот смотри, человек, вот это год назад построенная квартира, вот у нее такой-то вот бюджет. Сейчас прибавляй сразу же к этому 10-15%, потому что год прошел. Вот твоя стоимость твоего ремонта, если ты хочешь плюс-минус его так же. Понятно. Но тогда все-таки рекомендации. Возможно ли клиенту на старте потратить денег меньше, там, на ремонт, может быть, и на материалы меньше? То есть, как ты считаешь, что ты, может быть, порекомендуешь? Ну, первое, получается, это, когда он покупает квартиру, это должно быть не какое-то эмоциональное решение, да, по покупке этой квартиры. Вот я зашел, и мне как бы нравится. Ты прикинь, что ты будешь в ней размещать сначала. Снос перегородок – это как бы, ну, деньги. Смена, ну, как бы перепланировка – это деньги, ее потом еще согласовать надо, это тоже деньги. Соответственно, изначально ты можешь, как бы, либо на этапе стройки некоторые застройщики идут на это и возводят перегородки под тебя. Ну, тогда тебе хотя бы планировочное решение надо на первом этапе заказать, хотя бы примерно, вот, по проектным размерам от застройщика. То есть, это может сэкономить деньги. Ты уже перегородки не будешь сносить, ты можешь договориться о том материале, из которого тебе застройщик их возведет. Ну, условно, это будет кирпич, либо это будет вот этот вот позагребень, да, условно, гипсолит. Ты можешь внимательно, грамотно посмотреть планировку и понять, что тебе только проемы подвинуть, либо расширить их надо. И у тебя, в принципе, здесь все входит. Пригласи обязательно на приемку человека специализированного. Пусть он, как бы, пусть вот сейчас совместно получается, ты и Ваня, Никита, брикприемка. Мы их, как бы, будем мочить, и они, может, наконец-то начнут делать… Мочить никого не будем. Начнут делать вот квартиры, про которые я говорю, которые без тяжки и без всего, ну, для бизнеса хотя бы. Ну, вот. Для эконома, условно, когда ты вот не делаешь перепланировку, заезжаешь и вот делаешь то, что есть. Там качественная штукатурка должна быть, качественная стяжка, нормально прокинутая коммуникация. Ну, как бы, более-менее ровные стены, которые надо будет чуть-чуть, буквально равнителем пройти. Вот. Это вот сэкономит деньги. Но это должна быть нормальная планировка. Мы практически все планировки меняем всегда. Ну, то есть, потому что начинается, что, ну, современная квартира, она требует прачки, поближе к входу. У нас двое детей, разнополых. Нам нужно как-то вот из трешки четырешку сделать, да, условно. А где я буду гладить? А где я буду сушить? А у меня кондиционер на балконе, а я балкон использовать не могу. И вообще, зачем сейчас этот балкон в современном мире, я не понимаю просто. Делайте нормально кондиционеры, прячьте их на фасаде и расширяйте просто площадь. Делайте побольше окна, чтобы света было побольше. Вот. И уже огромные окна, они сами по себе уже интерьер как-то создают. То есть, не вот эти вот бойницы, да, вот, а большие окна, они уже света больше запускают. У тебя как-то воздуха больше сразу становится. Ну, вот. То есть, на этапе, когда ты выбираешь квартиру, чтобы сэкономить, ну, посмотри, как все это сделано вообще, как бы, в принципе. Какое качество и подходит тебе планировка или нет. Ну, хорошо. Выбрали, а дальше заказывают дизайн. Вот твои рекомендации все-таки, если люди хотят сэкономить на ремонте. Ну, в принципе, на всем. Правильно? То есть, хотят на дизайн-проекте сэкономить. Это, понятное дело, кто подешевле, там, возможно. Хотят на строителях сэкономить, и когда видят цифру в 30, там, а-а-а-а. Вот. Ну, и потом на материалах. Вот твои рекомендации как профи? Как профи. Говорю, как есть. Значит, готовая мебель по неиндивидуальным заказам, она стоит реально дешевле. То есть, изначально планирую дизайн-проект. Нас раньше спасала Икея. Ну, реально. То есть, ты приходишь, озвучиваешь задачу. Ребята, вот у меня как бы ограниченный, например, бюджет, но я готов как бы карт-планш вам дать. Типа, давайте как бы творить. Вот я не против Икея, мне Икея нравится. Давайте сразу же модулями делать кухню условно, модулями формировать шкафы, чтобы сразу же у меня икеевские системы туда влезли. То есть, это будет, ну, как бы это сэкономит. Нас мебель занимает, ну, как бы огромный бюджет. Реально. То есть, она 50-50 уходит с работы строителей, со всеми чистовыми материалами. 50 на 50 практически корпуска занимает. Вот. Давайте мы не будем делать треки. Давайте сразу же определимся там. Экономия на точках, если их правильно в нужных местах разместить, а не делать, как вот раньше, там, эти полосы точек идут везде. Вот. Ну, что там, точка 300 рублей стоит условно, да. Они там даже симпатичные за 500 есть, и лампочка галогеновая. Вот. Ну, грамотно их разместить и все остальное. То есть, сделать за счет света, как бы, давайте, мы не будем смотреть вот сюда, мы будем смотреть именно вот сюда. Вот. Повесить туда яркую картину, о чем, в принципе, ты говоришь, да, или какой-то арт, да, который ты сам даже можешь нарисовать. То есть, расставляя какие-то вот, ну, акценты, на которые мы смотрим, а все остальное не смотрим, вот, это, как бы, тоже экономит бюджет. То есть, это спасает, и остальные стены можешь покрасить в белый цвет. Можем ли мы обойтись без теневых профилей? Конечно. Без высоких дверей? Конечно. Без крупного керамогранита? Да, конечно, мы можем обойтись и без этого всего, и со стандартной дверью два метра, да, которые идут полотна. Мы тоже можем сделать интересный дизайн. Главное, чтобы, как бы, ну, вот, вы были все готовы к нашим идеям, там, к цветам, к темному потолку, например, или потолку, покрашенному в цвет, да, который опускается на стену, чтобы нам уменьшить высоту, да, условно, как-то там. Есть, на самом деле, разные цветовые приемы, но бывает, что, как бы, говоришь, что вот мы там предлагаем, я там видел это по-другому, там, или еще что-то. Ну, как бы, Пинтерест открыт, там, я не знаю, Ютуб открыт, там столько офигенных, классных, как бы, решений, и ярких квартир, и все остальное. Мне кажется, что сейчас уже это, как бы, не новое, и можно вот за счет этого играть. Цвет, фактуры, готовая мебель, электрика только в нужных местах, не надо пихать розетки, где, где не попадя, то есть на прозапас. Конкретно определите, где у вас будут розетки, где вы будете этим пользоваться. Вот тут заряжаются все телефоны, например, вот нам только сюда надо тянуть. Ну, дойду я, выключу этот свет, мне не нужны проходные выключатели. Ну, хорошо, сантехника у меня не будет спрятана, она будет у меня открытая. Ладно, пусть она не будет черного цвета, пусть она будет хром. Плитка не нужна, Италия, давайте справимся с керамаморацией и с эталоном, например, хотя они тоже сейчас подняли цену. Вариантов, на самом деле, как бы, их много. Главное, что, как бы, к этому были люди готовы. А сэкономить-то можно. Ребята, ну, собственно говоря, вы все слышали, поэтому получается, что дизайн-то сделать можно, ну, недорогой, условно недорогой, то есть не за такие бешеные деньги. И работы строительные будут дешевле, и при этом дизайн не пострадает. Просто от вас немножечко больше доверия к нам, как к дизайнерам, и находить тех людей, которые действительно смогут что-то придумать интересное и готовы это придумывать, а не так, как Валя сказала, что кому-то просто проще идти по аналогам и делать, как вы приносите картинки. Ну, объективно, да, если мы сейчас, ну, вот, весь просмотрим интернет, да, ну, как бы, что у нас сейчас? Ну, то есть у нас примерно стилистика интерьера, она, как бы, ну, вот, она же меняется со временем. Раньше было вот это, потом через какое-то время это. Сейчас вот это. Сейчас у нас там высокие двери, светлые стены, деревянные полы, пол французской елкой, там, и все остальное. Ну, да, это реально, как бы, круто. Ну, если у тебя есть бюджет, как бы, не вопрос. Если бюджета реально мало, то, ну, как бы, не надо сюда идти. Давай в другое место пойдем, давай как-то по-другому посмотрим, давай еще что-то, как бы, подумаем как-то. Ну, вот, в общем, я вот за это. Ну, и я за то, чтобы сразу же там, условно, там, со строителями, ну, вот мы рисуем же планы, если у нас ограниченный бюджет, мы сразу, говорю, вот эти стены мы выводим, вот эти мы не выводим. И, соответственно, те, которые мы не выводим, потом не надо ходить вот так вот там, ковыряться или прикапываться к каким-то нестыковке плинтуса в каких-то моментах или еще что-то. Ну, объективно, то есть мы тебе вот здесь вывели, это все как бы там закроется шторами, но там на самом деле не будет видно, не надо эту стену выводить, мы на этом можем еще сэкономить в целом. Ну, как бы всякие такие моментики, они как бы есть. Просто надо обсуждать в процессе и как-то оптимизировать. Мы всегда стараемся что-то оптимизировать в своей работе. В общем, друзья, заказывайте дизайн, а не просто хороший ремонт. Хороший ремонт делают все, а классный дизайн не все. До новых встреч, друзья. Спасибо тебе, Валя. Пока-пока. Ты настоящий профессионал. Вот он, этот человек, наш герой. В общем, всем пока. Ставьте лайк, пишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу и обязательно напишите, я знаю, что нас смотрят профессионалы, какими способами можно экономить, а какими нельзя. Всем пока. До пребудет с вами Муза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова